Как снег на голову, хотя почему как? Глыба снега, рухнувшая с крыши пятиэтажки, в Магадане чуть не убила прохожего. Видео засняли очевидцы, запись изучают в областной прокуратуре. Сотрудники надзорного органа начали проверку, чтобы выяснить, почему коммунальные службы своевременно не очистили крышу от снега. Также прокуратура ищет очевидцев случившегося и самого мужчину, который чудом не пострадал. Этот случай еще раз подтверждает чудеса случаются, ну или это просто удача. В ближайшие полчаса обсудим самые интересные события из жизни города в эфире «Ну и неделька». И пока Кристина Добровольская путешествует по региону, проведу выпуск я, Кристина Слепцова. Поехали! Досрочно завершить ремонт улицы Ленина планирует подрядчик. На участок магистрали от Мухина до 22-й школы строители зашли раньше обычного, в апреле. Это позволило сработать на опережение. Вмешаться в графики летние дожди, высокие грунтовые воды не смогут. Поэтому завершить запланированное получится раньше. Об этом специалисты рассказали мэру Олегу Имамееву во время выездного совещания. Снимать дорожную одежду с городских магистралей спецмашины обычно выходят в мае. Но не в этом случае. К демонтажу покрытия с отрезка Ленина подрядчик приступил с начала апреля. Впервые дорожно-строительная кампания в областном центре стартовала настолько рано. Контракт на работу заключили в прошлом году. Контракт нам предусмотрена замена полностью асфальтобетонного покрытия, то есть обустройство некоторых новых парковочных мест и, соответственно, приведение в норматив существующих. Это в районе 22-й школы. В частности, там было очень много жалоб, что парковочные места не в нормативе и, соответственно, затрудняют движение. Вообще подрядчик захватил участок центральной магистрали от Мухина до 22-й школы. От Мухина до артиллерийской демонтаж асфальта практически завершен. В районе госпиталя приступили к отсыпке основания. На следующей неделе ориентировочно 25-го числа приступаем к асфальтобетонному устройству асфальтобетона. Это со стороны Мухина. И окончание всех работ полностью, 100%, значит, будет участок сдан в июне месяце. Вы в городе уже не первый год работаете. Вот по вашему мнению, начало работы именно в этот период – это плюс? То есть дождей нет, грунтовые воды еще достаточно низко, да? Да, это плюс. То есть и темпы у вас значительно больше. Этот же участок, если бы вы выполняли, условно говоря, в июле-аггусте, мог бы растянуться из-за погоды на более долгий период, да? Все верно. Хорошо. То есть вот эта практика, в которой мы заключаем контакты накануне, да, и у компании есть возможность уже определиться со сроками выхода, более ранний период закупки материалов, она себя здесь, скажем так, успешно показывает. Да. Вторым этапом смонтируют новые светофоры на артиллерийской и батарейной. Также для безопасности детей модернизируют регулировщик возле 22-й школы. Установят на магистрали и новые современные автобусные павильоны. Опоры освещения заменит консессионер. Опоры будут не силовые, так как предусмотрено по программе «Чистое небо» и предусмотрена кабельная канализация для освещения. И со стороны администрации предусматривается канализация вкладового локона оптических средств. У меня более конкретно этот план дорожной карты представьте. С учетом, как мы сегодня предварительно здесь проговорили, и все вопросы, которые связаны с прокладкой кабельной канализации для пересечения улиц, там, где это нужно, для светофорных объектов, для иных там сетей, вы должны выполнить в рамках выполнения, в рамках работы асфальта. Асфальт дорожных, да? Ну все, чтобы потом не получилось там скрывать, штробить, что-то и делать. Ну да, да. Не, но мы сейчас и будем прокладывать, то есть гильзы, чтобы потом просто можно было... Кроме того, Олег Имамеев попросил подрядчика выполнить небольшую работу, которая не включена в контракт – срезать часть лишнего грунта с газона, который выше дороги. Это необходимо, чтобы в будущем земля не выносилась на обновленную проезжую часть. Активно идут работы и на другой, важной для города трассе, но уже для воздушного транспорта. В аэропорту Благовещенска начали бетонировать новую взлетно-посадочную полосу. Основание под ней рассчитано на вес около 300 тонн. Старая площадка, построенная в 60-е годы прошлого века, не выдерживала таких нагрузок. Какие еще изменения ждут воздушный вокзал, расскажем в сюжете. Многослойный пирог прочности лег в основу новой посадочной полосы. Главный ингредиент – бетон, способный выдержать самые тяжелые самолеты со всего мира. Дренажную сеть подготавливали два года. И, конечно, какой рецепт без изюминки. Изюминка в бетонно-укладочном комплекте, что мы укладываем сразу полосу, потом она делится на плиты с швонарезными станками. После набора прочности, ширины всей укладки, соответственно, устройство деформационных швов будет укладываться в верхний слой искусственного покрытия. Чтобы подготовить почву, для новой полосы обработали больше миллиона земляных масс. На сегодняшний день уложили около 500 метров начального покрытия. Общая же длина посадочной площадки составит 3 километра 200 метров, ширину – 45 метров. Полоса, во-первых, она будет шире, однозначно. На сегодняшний день вот этот слой бетона – это только подготовительный слой. Выше него будет еще слой армированного бетона. То есть после реконструкции вот эта полоса, она будет принимать любые типы самолетов, которые вообще сегодня в мире существуют. Вот как-то так. Даже, в общем-то, все транспортные тяжелые самолеты будут садиться. Подготовка полосы ключевая, но не единственная часть масштабного проекта. На участке реконструируют систему электроснабжения, возведут аварийно-спасательную станцию, новый перрон, очистные сооружения для ливневых стоков. Вот полосы даст импульс, так сказать, для туристической сектора в Амурской области. Также расширит сеть внутренних авиалиний и международных направлений. А также будет возможность принимать суда типа «Боинг-777-300» без ограничения по массе. Проект получился отечественным. При строительстве используются в основном российские материалы. Задействованные специалисты – дальневосточники. Завершить масштабную реконструкцию и запустить полосу планируют летом 2024 года. Ездить по-новому благовещенцам предстоит на двух перекрестках. Схемы организации дорожного движения изменят на Зейской-Мухина и Зейской-Шимановского. Сейчас там есть левоповоротные полосы. Вторая диктует движение прямо и направо. По новым нормам движение по обоим направлениям станет двухполосным. То есть у водителей будет право проехать прямо и по одной, и по другой полосе. Решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Ожидается, что новшества помогут равномерно распределить потоки автомобилей и разгрузить улицу. С просьбой изменить организацию движения на этих участках обращались и жители города. ГСТК обновит разметку и берет знаки направления движения по полосам. Новые правила будут действовать с 11 мая. Стадион «Спартак» лишился футбольного поля, к счастью, лишь на время. Старое покрытие убирают, чтобы заменить его новым. Его третья спортшкола получила от Российского футбольного союза по программе поддержки детских футбольных центров. Таким статусом Благовещенскую спортшколу наделили после участия ее воспитанников в первенстве ЮФЛ. К работам по демонтажу старого покрытия на стадионе приступили накануне. Всего предстоит убрать 28 четырехметровых полос искусственного газона. Он служил спортсменом Благовещенска последние 10 лет. После рабочие приступят к подготовке основания и укладки нового футбольного поля. Завершить планируют к концу мая. Кроме покрытия от Российского футбольного союза спортшкола получила комплекты ворот, раздевалки, скамейки для игроков и туалетные кабины. Такую же поддержку РФС оказал Белогорскому Амурсельмашу. На обоих стадионах летом запланированы масштабные состязания. Запланированы мероприятия по футболу с привлечением наших иностранных товарищей из Китайской Народной Республики. Это будет проходить матчи среди юношеской футбольной лиги, которая будет проходить в городе Белогорске на стадионе Амурсельмаш, в городе Благовещенске на стадионе Спартак и в Райчихенске. Финал будет у нас проходить в Благовещенске. За стадионом покрытие тоже особое. Сквер неподалеку плотно застелен опавшей листвой и мусором. Навести порядок около памятников воинам, павшим за советскую власть и братских могил, вызвались активисты Центра Добро. И их неожиданная помощница, какая, расскажет Екатерина Борисова. Напали на след мусора и грязи. Вдохновились не детективами, а примером других заботящихся о чистоте горожан. Благовещенец Игорь Краснорусский – частый посетитель книжных стеллажей в маховой пазе, поэтому считает себя частью библиотечной команды, которая объединила и читателей, и сотрудников «Богульника». Мы листу не трогаем, мы делаем акцент именно на мусор, на бутылки, окурки, бычки и осколки от бутылок, ну и сами бутылки, конечно же, и многие другие маленькие части мусора. Мы выбрали этот сквер, потому что с дороги его не видно, но когда ты сюда заходишь, тут очень много мусора, и его нужно убрать. Также он находится в центре города, и на нем находится памятник защитникам советской власти. Всего на борьбу с мелким мусором в сквер сначала направились 10 добровольцев, но неожиданно для всех команда пополнилась еще одной помощницей. Попала сюда случайно с одноклассниками, с друзьями. Пришли, они принимают участие в акции, помогают городу, убираются. Вот, решила помочь. В школе ежегодно принимала участие в субботниках, в общественное место пришла в первый раз. Помочь. Акция «Город-берегу» стартовала в областном центре 3 апреля. Но участники этого субботника совместили зачистку территории с еще одним полезным всероссийским флэшмобом. 15 апреля активисты всей страны выходят на День заботы о памятниках истории и культуры. Мы решили принять участие в этой акции. Обратились к ребятам в Центру Добро. Центр Добро у нас открылся на базе библиотеки «Богульник», которая находится в Маховой Пади. Ребята откликнулись с удовольствием. Вот сегодня мы здесь убираем этот сквер. И сквер выбран не случайно, потому что в преддверии 9 мая мы решили навести здесь порядок, убрать могилу. Здесь самое, можно сказать, в городе массовое захоронение бойцов. С инвентарем добровольцам, поддерживающим чистые городские традиции, помогли в ГСТК. Они же вывезут мешки с мусором. К командной работе также подключились сотрудники спортшколы «Спартака». Обеспечили волонтеров водой и обязались поддерживать порядок на территории сквера. Пока волонтеры своими силами приводят в порядок небольшие городские участки, коммунальным службам предстоит более глобальная работа. Залежи строительного мусора, не огороженные места работы тяжелой спецтехники, грязные участки, обнаружил мэр Благовещенской Олег Имамеев во время традиционного объезда по Амурской столице. Много поручений по их устранению получили специалисты управления ЖКХ и ГСТК. На что еще обратил внимание градоначальник, расскажем прямо сейчас. Вот сразу первое, что вон подъезд дома, вот видите, управляющая компания. Отработаешь эти надписи, вот она, например, стоит в проезде, надпись там написана. Надписи на стенах домов, объявления, которые расклеивают предприниматели, нарушители, в отчинах управляющих компаний, все эти, казалось бы, мелочи бросаются в глаза и портят общий облик Амурской столицы. Поэтому Олег Имамеев поручил управлению ЖКХ проработать вопрос СУКА и осмотреть все городские МКД. Каждая компания берет время, там, условно, две недели, да, и, ну, вот, сводит полдомов, они осматривают прям по периметру, по кругу, внутри, снаружи, все надписи, подчеркиваю слово надписи, чтобы были удаления, два объявления само собой. Большой груз ответственности на специалистов ГСТК. Они приводят в порядок весь Благовещенск после зимы, убирают приладковую часть, моют дорожные знаки, светофоры, ликвидируют несанкционированные свалки. Обратить внимание на разметку магистрали поручил градоначальник. Обновить ее, отметил мэр, необходимо в ближайшее время. Работы уже стартовали. Давайте на примере палки. Вот скажите, здесь присутствующие, это классно смотрится? Нет. Задача была улицу озеленить, посадить деревья, да, исходя из этого нужная мысль. О ней была задача поставить палку, к нему привязать ветку живую. А именно так это и звучит. Вопросы вызвали палки, которыми подвязали деревья на Калинина, их заменят на всем протяжении магистрали. Используя существующие специалисты, смогут на других территориях, где растения выше. Пестрятные там отрезки и фасады зданий. Вывески разных цветов и размеров смотрятся как визуальный мусор. Чтобы их убрать, вновь проработают с собственниками. Подготовьте, не спрашивайте. Что мы можем из этого убрать? Потом давайте мне список всех предпринимателей, которые вам, какие вам ответы дали. Вот ломбард, второй этаж, уже разорвался. Засоряют тротуары и разноцветные штендеры, которые выставляют предприниматели. Убрать их бизнесменов власти уже просили. Тем, кто не отреагировал, придется попрощаться с конструкциями. Их уберут специалисты ГСТК. В микрорайоне взгляд градоначальника сразу притянула спецтехника, которая работает на неогороженной строительной площадке и газоны. Те, что не привели в порядок, мэр получил исправить. Часто такие участки становятся местом притяжения мусора. Вообще, Ле Камамеев отметил, есть вопросы и по субботникам. Благовещенцы уже участвуют в городе-берегу, но еще много грязных участков. Бурхановка, Калининский переезд, район погранотряды, институт АСО и другие. Какие-то возьмут на себя сотрудники мэрии в рамках общегородской уборки. Другие требуют рук добровольцев. Разводят открытый огонь на своих кухнях, смешивают на первый взгляд. Несочетаемые продукты оставляют кожу без костей. Больше 20 баров, ресторанов и точек общественного питания Благовещенска зовут гостей отведать уникальные блюда. Их разработали специально для первого регионального гастрономического фестиваля на крыле. Наша съемочная группа сняла пробу и выяснила, какой же ингредиент главный. Сегодня мы приготовим крыло дьявола по нашему собственному рецепту, которого ни у кого нет. Сначала мы разыграем сковородку с маслом. Разогретое до предела подсолнечное масло с удовольствием принимает в свои объятия куриные крылышки. Прежде их замариновали в секретном соусе. Его и блюда в целом в известном городском пабе придумали специально для фестиваля. Он у нас не рождался. Мы его просто с нашей командой поваров разрабатывали. Много их было переведено, так скажем, продуктов. Эти крылышки, признается шеф-повар Николай Ширшенюк, для любителей острых ощущений. Готовятся с медом, соевым соусом и фирменным пшеничным алкогольным напитком. Специально для милых дам в меню ручки твоего бывшего. Запеченные крылья в нежном сливочном соусе. Если блюда зайдут гостям ирландского паба, их оставят в меню и после фестиваля. Приятного аппетита! Ресторанная культура в Благовещенске, она набирает обороты. Мы пытаемся стать, как минимум, не хуже наших центральных коллег, а в некоторых моментах даже лучше. И вот один из элементов того, как это можно показать, это, собственно, гастрономический фестиваль. Формат заведения абсолютно разный, вплоть до того, что есть заведения, в которых вы можете просто заказать доставку, не обязательно прийти на заведение. То есть заведения, которые работают в формате доставки, они тоже у нас участвуют в этом мероприятии. Поэтому все абсолютно имеют возможность попробовать, начиная, кстати, от европейской кухни, заканчивая азиатской. С азиатским стритфудом поработали и привели его в чувство для мужской земли в городском ресторане «Барбекю». В фестивальном меню куриные крылья в азиатском глайзе. И второе блюдо – крылышки, фаршированные грибами «Энокия». Мы их просто маринуем. Как маринуем, я не скажу, потому что это некий рецепт, и, как говорится, секретики должны оставаться. После того, как промариновали, мы их обжариваем уже фаршированными грибами «Энокия». Мы их тоже маринуем и подаем гостям, как говорится. А вторые крылья у нас – это азиатские крылья в глайзе. Мы их тоже маринуем и предварительно обвариваем по технологии «Сювит». Это вакуумная упаковка на определенной температуре. Это такой умный кипятильник. После блюда обжаривают с добавлением крахмала и глазируют популярным азиатским соусом. Такой в этом ресторане используют для говяжьих ребрышек. Шеф-повар Никита Габышев добавляет. Попробовать блюдо коллег пока не удалось. Но больше всего интереса вызвали куриные крылышки с морепродуктами. Их подают гостям фестиваля в ресторане «Дальневосточная кухня». Сейчас мы будем готовить крылышки фаршированные морепродуктами. Я уже подготовил. Здесь идет кита, рыба красная, гребешок и креветка. И помидор свежий. Сейчас вот это все будем фаршировать крылья. Прежде чем фаршировать крылья, шеф-повар Алексей Сертаков оставил их без костей. Процедура признался сложной. Но на четвертом крылышке должно начать получаться. Да так, что блюдо при желании можно приготовить дома. Это блюдо было придумано до фестиваля, чтобы, конечно же, удивить. Не просто крылышки делать, там всякие запеченные, жареные, фастфудные. Что было как бы интересно из этого продукта. И вкусовые качества, и даже вот с звучанием. Что фаршированные крылышки морепродуктами. Ну, также у нас есть и, конечно, классика фастфуда. Это крылышки в панировке и обжаренные во фритюре. На составление фестивального меню, говорит шеф-повар, ушло совсем немного времени. Да и сложить блюдо удалось с первого раза. Это подтвердили сотрудники ресторана и гости, которые попробовали крылышки первыми. Вообще, участие в таком событии шеф оценивает только с положительной стороны. Это возможность поработать с новыми продуктами и познакомиться с кухней других участников. Участвует очень много ресторанов. Это, по сути, достаточно такое массовое мероприятие. И возможность попробовать сравнить разные заведения у наших гостей и гостей других заведений. Это же замечательно. Потому что ходить, пробовать. И главное, чтобы это все было еще и доступно. Фиксированная цена 350 рублей за порцию фирменных крылышек, именно фестивальных. Чтобы люди могли попробовать и оценить, чтобы это не кусалось. То есть, несмотря на то, что вроде как ресторан, но в то же время все доступно. Пробуйте, приходите. Все очень вкусно. Причем, гости фестиваля могут не просто приходить и пробовать. Среди них разыграют подарки. Для этого необходимо посетить 4 заведения участника и собрать специальный лотерейный билет-наклейки. Число таких купонов не ограничено. А джекпот – годовой запас куриных крылышек от генерального спонсора события. Продлится на крыле до 30 апреля. Розыгрыш призов состоится 2 мая. Больше 20 тысяч православных амурчан присоединились к празднованию Пасхи. Всего в регионе прошли 45 торжественных богослужений и крестных ходов. Почти три сотни благовещенцев ночь перед святым днем провели в кафедральном соборе. Там прошла одна из важнейших служб, которая посвящена пришествию Иисуса – пасхальная полуношница. Смотрим. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, силы лучшего, победившего Тебе. От плоти душа Твоя разделися, растерзающего я лист грузы. Смерть я на слово державою Твоею. Слава от смыслной святому Духу, и на неприсной воде велико. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, силы лучшего, победившего Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с неба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Художественные гимнастки Благовещенска узнали секреты олимпийского успеха. Для них провели сборы под руководством заслуженного мастера спорта победителя олимпийских игр в Афинах Олеси Белугиной. Чем понравилась тренировка титулованной спортсменки-горожанкам и что сама чемпионка отметила в местных гимнастках, расскажем. Стопа наверху, Дашечка. Сборы под руководством чемпионки олимпийских игр – дело ответственное, но не нервное. Материал своим амурским подопечным заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Олеся Белугина объясняет спокойно и даже с юмором. При этом требует полной отдачи. 13-летняя Мария Смирнова заметила, в такой атмосфере даже сложные элементы усваиваются легче. Ежедневно на тренировках у нас достаточно строго и банальная даже какая-то обстановка. А здесь проходит все более позитивно, более все радостные. Помогли научиться стоять в равновесиях, делать повороты, держать спину. Я примерно все умела это делать, но где-то что-то не получалось, где-то что-то заваривалось. Сама Олеся Белугина в сборную страны попала в 98-м. В 2004-м в Афинах завоевала олимпийское золото. Сейчас помогает расти юным спортсменам. За неделю сборов с амурскими гимнастками успела пройтись по всем предметам, поработать над общей и специальной физической подготовкой. Заметила, хотя уровень у спортсменок разный, глаза горят у всех. И такие сборы могут разжечь их еще ярче. Это огромный толчок дает, особенно в плане мотивации. Ну и естественно мы передаем свое мастерство. И мне нравится, что тренеры местные присутствуют на тренировках, тоже слушают, смотрят, запоминают. И потом могут девочкам давать этот материал в будущем и продолжать по нашим методикам заниматься. Титулованных гостей амурские гимнасты встречают у себя с завидной регулярностью. Сестры Аверин и Александр Гуклов, Амина Зарипова. Далеко не полный список тех, у кого успели потренироваться благовещенские спортсменки. По программе мы обычно приглашаем три раза в год на сборы мастеров спорта, олимпийских чемпионов для того, чтобы больше получить мастерства. Те дети, которые, возможно, не дослышали какие-то пожелания тренера и требования, вдруг от имени этих спортсменок слышат это и начинают прогрессировать в том направлении. Кроме того, такие сборы и мастер-классы позволяют компенсировать удаленность нашего региона от сильнейших школ художественной гимнастики страны и помогают амурским спортсменкам быть в курсе последних тенденций и их вида спорта. Жадный до денег ортопед из Владивостока искалечил 28 пациентов. Назначал им ненужные дорогие операции, вместо покупки искусственных хрящей шиковал. Людей, у которых болели колени, он пугал срочностью и неотвратностью трагического конца. Они соглашались платить бешеные деньги. Кому-то должны были сшить связки, кому-то нарастить хрящи. По итогу получали обычную профилактику. Часть стоимости операции больные вносили в кассу, часть – от 100 до 400 тысяч в широкий карман ортопеда. Он обещал купить дорогие материалы и лекарства, которых нет в больнице. После такой заботы многие не могут нормально ходить. За время работы доктор наоперировал на квартиру в Москве. Но шикарной жизни пришел конец. Сейчас он ждет суда. За мошенничество его могут посадить на 6 лет. На этом, ну и неделька, точно все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok